На очереди у нас очередная тема программы, и особенно она будет интересна, наверное, тем, у кого есть маленькие дети. В России вступили в силу изменения в правила использования средств материнского капитала. Соответствующий приказ Минтруда был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в конце марта. Женщины, которые ранее направили маткапитал на формирование накопительной части пенсии, могут отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов, чтобы использовать по другим направлениям. Если женщина так и не решила, на что потратить маткапитал и не написала заявление по ФР, то причитающиеся ей деньги по умолчанию пойдут на накопительную пенсию. Это произойдет в течение трех месяцев после истечения полугодового срока, установленного для перевода средств на другие цели. Меж тем, получить и использовать материнский капитал стало еще проще. Какие возможности теперь есть у семьи с детьми, чтобы без лишних лопот распорядиться средствами, что предлагает пенсионный фонд для удобства владельцев сертификата? Об этом расскажет заместитель управляющего отделением пенсионного фонда России по Хабаровскому краю и еврейской автономии Ирина Глазырина. Доброе утро. Ирина Александровна, доброе утро. Доброе утро. Вот родился в семье ребенок. Чудесно. Что нужно сделать, чтобы оформить право на материнский капитал? Ну вот на самом деле сегодня уже ничего не нужно делать, потому что еще год или полтора назад семье нужно было подать заявление, то есть зарегистрировать ребенка, потом найти время для того, чтобы обратиться в пенсионный фонд, либо в МФЦ и подать заявление, еще и принести документы. Но начиная с прошлого года мы оформляем материнский семейный капитал, так скажем, в проактивном режиме, когда семье обращаться не нужно, рождается ребенок, семья его регистрирует, эти данные поступают в пенсионный фонд, и мы на основании этих данных оформляем материнский капитал, и маме в личный кабинет на госуслугах приходят электронные сертификаты материнского семейного капитала. Все просто. То есть пользоваться деньгами-то можно сразу, получается, или нужно ждать? Ну, в этой части пока изменений нет, да? То есть у нас есть направление, когда можно воспользоваться сразу средствами материнского капитала. Это что? Это погашение ипотечного кредита, это первоначальный взнос при приобретении жилья с учетом кредитных средств, это дошкольное образование детей, то есть детские сады, это адаптация, интеграция в общество детей-инвалидов, ну, вот такие направления, когда можно распорядиться сразу же, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка, с рождением которого право возникло. Ну, а есть остальные традиционные наши направления, это если просто приобретение жилья по договору купли-продажи, ну, тут нужно дождаться, пока три года исполнится. Образование детей, это тоже трехлетний период. Ну, вот сертификат материнский пришел в электронном виде, нужно же еще написать заявление на его распоряжение, раз на разные цели его можно потратить. Как это сделать? Да, действительно, на распоряжение заявление нужно, потому что если право на материнский капитал возникает просто по факту рождения, да, и мы не сомневаемся, просто нужно определить, кому какой размер. Если это первый ребенок, это 466 тысяч, да, если это второй ребенок, и за первого семья не получала, это сразу 616, либо когда семья уже за первого получала и рождается второй, то плюс 150, да. Ну, то есть это вот всем полагается. А распорядиться каждый уже выбирает здесь свое направление, поэтому, конечно же, здесь нужно подать заявление. Но в чем упрощение, да, вот вначале вы сказали о том, что сейчас это сделать просто. Это действительно абсолютно просто, потому что на все направления заявления можно подать в электронном виде, в личном кабинете, либо на портале госуслуг, либо это личный кабинет на сайте пенсионного фонда. И по большинству направлений дополнительных документов предоставлять не нужно. То есть по факту владельцу сертификата, ну, как чаще всего это мама, не нужно приходить в органы пенсионного фонда. Потому что, ну, к примеру, если это договор купли-продажи или приобретения жилья, заявление подается на распоряжение, указывается направление, указываются все необходимые сведения, которые вот, ну, при заполнении заявления. А те документы, которые, или, скажем так, ну, проверки тех фактов, которые мама указывает в этом заявлении, органы пенсионного фонда делают самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия с другими государственными структурами. А вот что касается срока, в течение которого нужно подать заявление на распоряжение материнским капиталом. Да, то есть есть какое-то ограничение? То есть нужно там в первые полгода или первый год? Ну, вот еще раз, да, мы это вначале проговорили, что есть направления, которые не зависят от возраста ребенка, то есть практически, если мама родила, ребенка зарегистрировали, и есть потребность, к примеру, погасить уже ранее взятый кредит, там, ипотечный, да, либо семья сейчас вот в связи с расширением, да, решилась на приобретение жилья, то здесь ожидания никакого нет, потому что по этим направлениям не нужно вот этого трехлетнего возраста. Поэтому семья, в принципе, может практически сразу после получения сертификата, да, подавать заявление на распоряжение. Простите, что перебила. Ну, то есть, допустим, два года лежал материнский капитал, и потом спустя два года мы решили его потратить на определенную цель и написали заявление. На самом деле, после того, как у вас уже есть право, вы можете в любое там уже дальше время, да, ну вот если ограничено вот эти два года, еще раз, по определенным направлениям, через три года по всем абсолютно. Да, я понимаю, что не обязательно принимать решение в какой-то вот быстрый срок, да? Нет, вот хорошо, что вы вот уточняете, да, потому что вначале вы тоже сказали о том, что произошли изменения, когда женщина... Вот хотелось бы как раз-таки разобраться, да. Потому что действительно, когда было опубликовано, у нас просто был шквал вообще писем и звонков, потому что мамочки все напугались, как так нужно... Нет, это касается только в том случае, если мама подала на накопительную пенсию, то есть она выбрала какой-то НПФ, к примеру, да, и средства материнского капитала направила на накопительную пенсию. Но там через год-два после этого решения семья понимает, что им нужны средства на другое направление. Например, там погасить кредит, приобрести жилье, либо там ребенок учиться пошел, им нужны средства. Тогда отзываются средства с этого направления, да, на накопительную пенсию. И вот здесь в течение полугода мама должна выбрать. То есть это касается только этого случая, когда было одно решение на накопительную пенсию, а дальше вдруг семья принимает другое. Тогда в течение полугода нужно подать заявление, вот на что там, на образование, на жилье и так далее. И если вот... Бывают разные случаи, потому что пока средства отзываются, это определенное время. То есть не бывает так, что семья сегодня отозвала, а завтра уже деньги направляются, да, на другое направление, потому что нужно отозвать из НПФ и так далее. Определенные процедуры. Бывает, что семья решила свою проблему за это время другим способом. И по какой-то причине, вот передумала, да, погашать кредит, там, направлять на... Ну, не передумала, а как-то решила по-другому. Вот в этом случае, если семья, отозвав эти средства, не примет другого решения, они через три месяца обратно вернутся в тот НПФ, да. А если семья в течение этого полугода, либо через полгода подаст заявление, еще на полгода продлить и вот, ну, выберет другое направление, то средства пойдут по-другому направлению. А всем остальным, кто просто не выбирает, да, вот лежат денежки, ну, ради бога, здесь никаких изменений нет. Более того, ежегодно материнский капитал индексируется, да, поэтому, в принципе, его сумма, она еще и прирастает, поэтому семья уже там, когда примет решение, тогда и направится. Ирина Александровна, хотелось бы еще коротко узнать, вот как быстро приходят деньги с момента потачи заявления. Важный момент, конечно. Знаете, да, потому что сейчас там существенно сокращены сроки. Ранее у нас целый месяц был на то, чтобы принимал Пенсионный фонд решение, потом целый месяц на то, чтобы средства переводились. Сейчас буквально 10-15 дней на принятие решения, и в течение, ну, буквально у нас, на самом деле, после решения, буквально там в течение одного, двух, трех дней средства переводятся по закону не более пяти дней. Отлично. Спасибо вам большое. Ирина Глазырина была у нас в студии, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю и еврейской автономии.